Приветствую вас. Я думаю, что в первую очередь я хотел бы согласиться с коллегой Кудрячевым Игорем Леонидовичем, который сказал вам, что необходимо проанализировать ваше поведение и понять, что мужик отталкивает от вас. Это на самом деле действительно очень важная история. Это очень важный момент, потому что он напрямую влияет на то, как мужик себя с вами чувствует, но мне кажется, что в некотором смысле ситуация сложна еще и тем, что у вас, судя по тому, что вы пишите, нет, очевидно, своей какой-то позиции. Вот. Как мне это, по крайней мере, видится. То есть у вас нет своей четкой позиции по отношению к данной ситуации. Вот. То есть, что я делаю, к примеру, как я делаю, к примеру, и так далее. Вот. Вот. В принципе, это один из ключевых, наверное, моментов, которые я бы хотел вам до вас донести, точнее. Вот. А значит, то, что ваш муж, он такой, ну, не очень уверенный в себе, да, человек, это одно, но вы его выбрали, вы выбрали себе такого мужчину, и я полагаю, я думаю, что вряд ли вы можете сейчас его винить за то, к примеру, что он вот такой, да. Вот. Я не думаю, что это прям, прям, таки уж, хорошая идея. Вот. На мой взгляд, по крайней мере, да, на мой взгляд, по крайней мере, это, ну, что это хорошая идея. Вот. Ага. Поэтому, поэтому я полагаю, что вам нужна исключительно только своя позиция. Вот. Вот. Исключительно только своя позиция. Своё видение ситуации. Вот. Значит. Ну, которые происходят. Вот. И так далее. Вот. Это вам, в первую очередь, нужно. А у вас, ээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Вот, мне не представляется это корректным для, соответственно, ну, для вас. Вот, вот, в принципе, так вот, в принципе, можно вам ответить на ваш вопрос, да. То есть, если мужчина не уверен в том, соответственно, что хочет ли он быть с вами, да, то вам, соответственно, нужно от него отдалиться. И сказать, значит, что вы не готовы жить с человеком, который сам, к примеру, не знает, чего хочет, потому что вы-то чего хотите знать. Вот, но видите, какая штука, вы в бряке достаточно мало лет по сравнению с тем, сколько вы вместе вообще. И тут, может быть, вполне такая история, да, что, значит, ну, человек просто поднадоело. Ну, просто поднадоело, да, ну, такое бывает. Вот, это, конечно, неприятно, безусловно, это неприятно. Вот, но, что поделать, что поделать. Ну, человеку могло просто надоело с вами, вот, находиться. Он такой, ну, захотел, да, чего-то новенького, захотел чего-то другого. Вот. То есть, здесь нужно вот всё-таки так относиться, здесь нужно всё-таки относиться к этому так, как будто человеку что-то не хватает, да, и, соответственно, уже, исходя из этого, что-то делать. Вот. А реагировать и реагировать вам на эту ситуацию нужно таким образом, что исходя из своих ценностей, которые у вас есть. Вот. То есть, смотрите, вы пишете, что в начале беременности муж сказал, что переписывается с другой. То есть, вы меня извините, он вам сам сказал об этом или как? То есть, вот, как это, как это вообще происходит? Вот. Мне очень понравилось. Почему он вам сам об этом сказал? Зачем? Зачем бы ему вам это говорить? Ну, как, как вариант. Вот. Для чего, для чего бы ему вам это говорить, да? Не очень здесь. Понятная история. Дальше. Так. Пару раз не ходил на обед, прошло уже полгода, сможем живем вместе, он дальше переписывается наверх. Скажите, а после того, как вы, вот, узнали, что он, что он, вот, переписывается с другой и ходит на обед, вы что-то изменили в своей жизни? Вот вы сам в своей жизни что-то изменили или нет? То есть, вы предложили какие-то усилия для того, чтобы человек, к примеру, перестал это сделать, перестал переписывать, переписываться и так далее. Вот вы, вы сами для этого что-то сделали? Потому что, ну вот, мне почему-то кажется, что вы ничего не сделали. То есть, вы просто взяли и оставили все как есть и ситуацию оставили как есть. Опять же. Вот. То есть, ну это, позиция не самая лучшая. На самом деле, для вас это, позиция, скорее, деструктивная, потому что потребность мужа, да, она осталась, что бы он ни делал, да, то есть, как бы он себя не вёл, да, она потребность осталась. И вот это, собственно, вопрос к вам, насколько вы заинтересованы были в отношениях, в сохранении отношений, чтобы, значит, ну, чтобы что-то делать, для, ну, для восстановления, да, для восстановления отношений, для, так сказать, их коррекции, для удержания, возможно, мужа, ну, ну, рядом с вами и так далее. Вот. То есть, это вот такой момент, и мне кажется, что об этом очень важно разговаривать. Дальше, вы пишите, а, значит, так, вместе с мужем мы 9 лет, в браке 2 года. То есть, опять же, вот опять же, опять же, так долго вы со своим мужем были в отношениях? Ну, на мой взгляд, прямо очень долго, на самом деле. После чего вы, значит, приняли решение, да, создать семью. Вот почему так много времени прошло, я знаю, что я спрашивал уже вас об этом, но все равно хотел бы спросить еще. Девять лет из девяти лет, а, два года вы только, муж и жена. Почему такой, такой вот огромный срок были вместе. А, сначала бросил не дать ему время разобраться во всем, в чем. А, во время ссоры, из-за чего? Из-за чего ссора была? Вы пишите, мы поругались, опять же, кто мы? Алина, кто мы? Нет, нет никаких мы. Есть вы и ваш муж. Если вы ругаетесь за своим мужем, то это ваша ответственность, что вы ругаетесь за своим мужем. И, наверное, наверное, за то, что вы ругаетесь, вам нужно взять на себя ответственность за то, что вы ругаетесь. То есть, вы же, в том числе, участвовали в ссоре. Значит, вам нужно, ну, определить, почему вы это делали. Дальше, муж говорит, что любит нас и все для ребенка сделает. Ну, опять же, любит нас, да, то есть, вот, ну, кого нас, что-то расплывчатая фраза. Вот, вы пишите, что поругались и решили развестись, это было сделано на эмоциях или как. А потом вы пишите, что муж говорит, что любит нас и все для ребенка сделает. А как? Тогда вопрос с разводом вы решили. Алина, то есть, если вы передумали, то это нужно, как бы, это облачить в какое-то решение, а решение принятого-то я у вас не вижу. Дальше, с тех пор было сто два месяца, отношения вроде бы стали немного лучше. Так, а что лично вы, Алина, делали для того, чтобы отношения стали лучше? Совершенно очевидно, что мужем что-то не нравится. Совершенно очевидно, что мужем что-то не нравится. А, что вы делали из-за того, что отношения стали лучше? Вот, решили ли вы это не разводитесь? Там, договорились ли вы о чем-то? К психологу с семейным мы сходили, например. Тут позвонил ему его отец, видимо, напомнил про развод. То есть, отцу про развод. Отцу про развод. Вы не сказали. То есть, как бы, о том, что вы развелись, собираетесь развестись. А, вы сказали. Вот. А, а вот о том, что вы придумали разводиться, это. Вы не сказали. У меня вопрос, к вам. Опять же. Почему? Ну, почему вы не сказали, отцу? Что вы придумали разводиться? Серьезное решение, по сути, это дело. Было принято. Ну, камера. Что первое, что второе. Ну, а так, как-то вы оставили за бортом. Дальше. Ну, здесь сразу настроение упало, упало ниже Плинтус. А почему? Из-за чего? Тут муж и при квартиру вспомнили, что мы договаривали, что они, точнее, его папа покупают мне квартиру с ребёнком. Покупают мне с ребёнком квартиру. А, в каком контексте? То есть, вот просто вы пишите, да? Муж и при квартиру вспомнили, что мы договаривали, что его папа покупает мне с ребёнком квартиру. То есть, какое отношение имеет его папа к вам и ребёнку? К чему это делает баба, а не муж? И какое отношение это имеет к тому, что между вами происходит? Непонятно. Через день вы ложились спать, нужно бросить прощения. За что? Целовать мне, я уже ничего не понимаю. А, ну хорошо, если, вот, про прощения, могли бы спросить с него, за что? А, целовать? Ну, целовать, это я, хорошо. Такое ощущение, что у мужа нет своему мнению. А в чём это выражается? То есть, я не очень понимаю, вы говорите, что у него нет своему мнению, но в чём у него нет своему мнению? В чём конкретно? В чём? Его отец, видимо, подталкивает на развод, и Даскман переписывается, видимо, тоже мозг ему запудрило окончательно. А откуда вы это знаете? Кто это указывает? Подскажите, что такое Даскман мне делает? Ну, собственно, вспомнить, что вас вместе свело, значит, с мужчиной когда-то, почему он выбрал вас, а вы выбрали его, и... Вы могли бы стать друг для друга тем, кем были, собственно говоря. Вот, наверное, так мне видится, ну, ваша история. Наверное, наверное, так. То есть, тут, как бы, вредов особо нет на самом деле. То есть, вам нужно напомнить, вам нужно напомнить своему мужу о том, какая вы, кто вы. А ну, или напомнить своему мужу об этом. Понимаете? Вот. Чтобы он, ну, не забывал о том, да? А, значит, ээээ. Что вы за человек, ну, что вы за человек. Вот. к примеру к примеру а у меня такое ощущение да что вы забыли об этом что и вы забыли и он об этом тоже забыл и соответственно как бы такая вот напомнить ему какая напомнить ему об этом вот он вспомнил увидел вас заново напомнил себе почему он решил быть слабым я понимаю что за время семейной жизни вы там за время совместной жизни вы может быть приелись друг другу вот я понимаю я понимаю но это ни на что не влияет согласитесь абсолютно вот так что я думаю я думаю так я думаю так можно ответить вам на ваш вопрос который вы задают дальше идем значит что вы еще пишете как понять поведение мужа поведение мужа походу продиктовано его чувством вины на данный момент то есть это именно вот чувство вины он за что это испытывает чувство вины я правда не очень понимаю перед кем он испытывает чувство вины да то есть там либо либо перед вами либо перед ребенком либо перед отцом но в общем чувство вины вашему мужу не чувствует однозначно а соответственно такие вот всплески и появляются дальше кажется иногда что у него каша в голове но вы знаете а я по тексту вашему не заметила что у него каша в голове у него каша в голове а вот то что вы достаточно неясно выразили свой текст ну неясно аргументировали свои позиции относительно того что мужчина к себе не уверен вот это факт это факт и как бы тут нужно разбираться тут нужно разбираться ну на мой взгляд на мой взгляд по крайней мере вот принципе такой мой ответ да то есть вам нельзя вам нельзя зависеть от человека вам нужно больше ориентироваться на себя и если на мужчину полагаться не можете то значит что полагаться стоит только на себя вот вы же пытаетесь отчаянно как бы от него добиться какой то определенности но по факту по факту вам нужно самой определиться и если вы определитесь сами то мужчина это промотивирует так себя определиться пока вы не определились сами то и мужчина скорее всего не определиться вот такой ответ надеюсь что это было полезно для вас если у вас остались вопросы дополнительные вы можете задать мне их в личку я буду рад помочь если вам понравился мой ответ буду благодарен если сделать его лучшим я желаю вам всего самого доброго и удачи